Всем привет, дорогие друзья! Государственный китайский концерн Бэйк объявил о создании нового суббренда Райксинг. Внутри марки есть строгое разделение на легковые и коммерческие автомобили. Первые представлены двумя кроссоверами, на передке которых красуется четырехлучевая звезда, а вторые были представлены на этой неделе и выделены в отдельное семейство под названием Портон. Линейка Портон состоит из трех моделей, двух минивэнов и одного небольшого грузовичка. Все они созданы максимально простыми и дешевыми. Для Портона даже придуман отдельный логотип, представляющий собой стилизованную гору. Портон V1, который уже окрестили потенциальной более дешевой замене нашему Ларгус, концептуально наиболее близко схож с ним. Единственное, что их отличает, это привод. У китайца он задний, да и задняя подвеска на рессорах, а не на пружинах. Всего доступно два исполнения, грузовое и пассажирское. В первом случае покупатель получает фургон с глухими задними окнами, а во втором обычный семиместный универсал. В основе силовой установки четырехцилиндровый атмосферник объемом 1,5 литра, выдающий 113 л.с. и 150 Нм крутящего момента, с которым работает пятиступенчатая механика. Снаряженная масса 1210-1265 кг в зависимости от исполнения. Максимальная скорость 160 км в час. Прайс стартует с отметки 47800 юаней, что в переводе на рубли 555000 рублей. За топовое исполнение придется выложить 53800 юаней, это 625 тысяч рублей. Но и в этом случае получается, что по цене Lada Largus можно купить сразу два порта NV1. Ну а прежде чем продолжить, мы хотим вам рассказать о нашем телеграм-канале. Там мы кратко публикуем свежие анонсы китайских автомобилей, разбираем тематику безопасности по проведенным краш-тестам и предоставляем видео обзоры будущих новинок, которые в перспективе должны приехать в Россию. Подпишитесь на наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых последних новостей. Идем дальше. Вторая модель семейства больше походит на полноценный минивэн, да и исполнения здесь уже три. Семи и девятиместная, а также двухместный фургон. Главное преимущество перед V1 – сдвижные бортовые двери. Двигатель тот же, но его форсировка снижена до 109 лошадей. Цены от 66800 до 71800 юаней. Это 776-835 тысяч рублей. Однако главной звездой бренда, пожалуй, станет малолитражный 3,5-тонный грузовичок М3. Удивительно, но он может быть как одно, так и двухрядным. На выбор предлагаются только бензиновые двигатели в стойке 4-цилиндровой ДВС от компании «Донган». Его объем составляет 1,6 литра, а отдача – 122 лошадиные силы и 158 ньютон-метров крутящего момента. Средней комплектации М3 комплектуется мотором от фирмы «Виллоу Машин». По компоновке он примерно такой же, как и предыдущий, но развивает чуть больше – 124 лошади и 161 ньютон-метр крутящего момента. В топе же модель получит двухлитровый двигатель от все того же «Виллоу Машин», который развивает 133 лошадные силы и 200 ньютон-метров. Все силовые агрегаты, как В1 вместе с В2, комплектуются пятиступенчатой механикой. Согласитесь, неплохая альтернатива грузовым соболям. Да и цена достаточно приятная. От 52 800 юаней – это 614 000 рублей. Топовое же исполнение не слишком дороже. Всего 61 800 юаней – это 714 000 рублей. Что вы думаете, друзья, сможет ли данная линейка пободаться с нашим автопромом? Пишите ваше мнение в комментариях, вместе обсудим. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также не забудьте подписаться на канал, ведь уже завтра на канале выйдет новое видео с очередной новостью из автомобильной индустрии. С вами был канал Автоэксперт. Всем пока!